Почти 740 миллионов рублей получит Канаж из федерального бюджета. Соответствующее соглашение между правительством республики и фондом развития моногородов уже подписано. Этот и другие вопросы обсуждали сегодня на еженедельном совещании у главы Чувашии. В дополнение к 740 федеральным миллионам рублей еще 240 выделят бюджет республики на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры, развитие инновационных проектов. Канаж планируют сделать с центром биотехнологического кластера. Здесь построят завод по глубокой переработке пшеницы. Проектная мощность около 100 тысяч тонн зерна в год. Следующее направление – создание индустриального парка площадью 38 гектаров. О намерении сотрудничать уже заявили 15 предприятий. Задача наша сейчас, прежде всего, Минэка, соответственно, с предпринимателями отрабатывать, потому что условия соглашения там жесткие, они должны свои обязанности выполнять. Надо своевременно, качественно оформлять документы. С запуском новых проектов планируется привлечь в регион около 8 миллиардов частных инвестиций. Глава Чуваши подчеркнул – в Канаше создадут более полутора тысяч рабочих мест. Люди могут планово переходить, трудоустраиваться, получая новые специальности. Это с одной стороны. Но с другой стороны – это высокотехнологичная производство, потому что на новом месте появляются эти производства. И от производительности труда, конечно, уровень зарплаты намного будет выше. Для нас это самое главное. На совещании обсудили вопросы нелегальной реализации алкогольной продукции. С начала года Минэком было проведено 538 проверок, 16 организаций не получили лицензий. За деятельностью лицензированных компаний ведется постоянный мониторинг. К административной ответственности было привлечено 1 индивидуальный предприниматель и 9 организаций на сумму 1 миллион 260 тысяч рублей. В том числе 5 организаций по фактам нарушения лицензионных требований. 2 организации, 1 индивидуальный предприниматель по фактам реализации алкогольной продукции с поддельными федеральными специальными марками на сумму 610 тысяч рублей. И 2 организации сладкая, жизненная и копейка повожья за реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним. Наиболее остро стоит вопрос работы круглосуточных питейных заведений и так называемых киосков с фанфуриками. В городах республики их немало. Опасность отравления некачественным алкоголем усугубляется ухудшением криминогенной обстановки на улицах. Мы вынуждены пересматривать планы единой дислокации постов и маршрутов и активно приближать наружные службы именно к этим точкам. Фактически вместо того, чтобы нести службу по известным методикам, обеспечивать безопасность граждан в микрорайонах жилых, по крупным улицам, сотрудники полиции, особенно в Новочебоксарске сегодня вынуждены фактически охранять эти точки круглосуточного розлива спиртсодержащих напитков. Глава Чувашии Михаил Игнатьев призвал все ведомства и службы наладить эффективное и комплексное взаимодействие для решения данной проблемы. Ситуацию на Чувашском броллере также не осталось без внимания. Нынешний директор не исполняет свои обязательства, предприятие практически встало. В госком имуществе отмечают признаки преднамеренного банкротства компании. Глава Чувашии напомнил, 49% акций принадлежит республике. И сейчас органы власти должны принять действенные меры по сохранению Чувашского броллера. Татьяна Леонтьева, Надежда Гякулева, Андрей Шоклев, Республика.